Представь себе, шахтер в Западной Вирджинии разламывает кусок угля и изнутри выпадает металлический куб с абсолютно ровными гранями. Ни накладок, ни следов вставки, он как будто всегда был внутри. Проблема в том, что этот кусок угля, по оценкам геологов, формировался в течение десятков миллионов лет. Как внутри него оказался обработанный предмет, созданный, по всей видимости, промышленным способом? История подобных находок не единична. В 19 веке газеты Соединенных Штатов и Европы регулярно публиковали репортажи о странных объектах, найденных внутри залежей угля и камня. Якобы винтики, шестеренки, даже гвозди. В одном случае золотая цепочка. Самый известный объект, тот самый металлический куб, найденный в Австрии и даже попавший в музей. Официальная наука не спешит признавать подлинность таких случаев, ссылаясь на возможные ошибки при раскопках. Но что если хотя бы один из этих артефактов настоящий? Это бы означало, что промышленная обработка металла ввелась за миллионы лет до появления человека. Самое странное в этих артефактах – их тщательная обработка. Некоторые из них имеют следы машинной обработки, прямые углы, полировку, даже элементы, напоминающие фрезеровку. То есть это не просто камешек необычной формы, а результат использования техники, которой не должно было существовать в доисторическую эпоху. Сторонники альтернативной истории называют такие находки артефактами вне времени, вещами, которые словно телепортировались из будущего. Конечно, это звучит фантастично. Но чем объяснить их присутствие в слоях, возраст которых оценивается в десятки миллионов лет? Вот тут-то и начинается настоящая головоломка. Потому что следующий случай – это не просто странный предмет. Это часы. Да-да, самые настоящие часы. Когда археологи вскрыли захоронение периода правления династии Мин в Китае, они и представить не могли, что найдут внутри. Среди обломков гробницы в пыли и грязи лежал крошечный предмет, похожий на украшение. Но при ближайшем рассмотрении он оказался миниатюрными наручными часами. На задней крышке даже читалась маркировка «Свиз» – Швейцария, в захоронении которому больше 400 лет. Конечно, первое, что сказали официальные эксперты, мол, это попало туда позже. Возможно, гробницу вскрывали раньше, и кто-то случайно уронил туда свою безделушку. Версия логичная. Но археологи, проводившие раскопки, утверждали, что гробница была запечатана, и они первыми за сотни лет вскрыли ее. Более того, слой, в котором был найден предмет, соответствовал периоду династии Мин. То есть, по идее, ничего постороннего там быть не могло. Размер находки чуть меньше кольца. Возможно, это был миниатюрный кулон в виде часов. Но сам факт – устройство имело форму и детали, типичные для современного наручного механизма. Могла ли это быть какая-то древняя копия, созданная как амулет? Или все-таки чья-то современная вещица оказалась не там, где должна? История вызывает массу вопросов, потому что она не единична. В мире зафиксированы десятки случаев, когда предметы явно несоответствующей эпохи появлялись там, где их быть не могло. От пластиковых объектов в слоях мелового периода до технических устройств в древних усыпальницах. Но пока одни ломают головы над швейцарскими миниатюрами в китайских гробницах, другие находки заставляют сомневаться даже в том, что мы знаем о строении человеческого тела. В начале 20 века в Перу был обнаружен необычный человеческий череп. Сам по себе он уже выглядел странно. Вытянутая форма, как у так называемых удлиненных черепов, характерных для древних племен. Но подлинный шок вызвал не его форма, а то, что внутри костей были металлические вставки. Металл вживлен в кость так, что кажется это результат сложной хирургической операции. Современные врачи оценили точность установки и были поражены. Вставки не нарушали ткань черепа и, похоже, не мешали носителю. Но как такое возможно? Даже в наше время операции на черепе сложнейшая задача. А здесь мы говорим о веке, где ни о каких операционных, ни об анестезии речи не шло. Что еще более странно, металл, использованный в имплантах, оказался сплавом, неизвестным современной промышленности. Он не соответствовал привычным бронзам или железу. Лабораторный анализ выявил следы никеля, меди и неизвестных соединений. Ученые до сих пор спорят, возможно ли, что в древности уже проводились сложные хирургические вмешательства с использованием технологий, близких к нашим. Или это фальсификация? Или, может быть, мы вообще недооцениваем уровень медицины в древности? Пока мнения разделены, остается лишь гадать. Но следующая находка куда менее анатомическая, зато настолько масштабная и таинственная, что даже со спутника выглядит загадочно. В глубинах джунглей Коста-Рики археологи обнаружили сотни идеально круглых каменных шаров. Некоторые из них величиной с футбольный мяч, другие весом более 15 тонн. Все они почти идеально симметричны. Но самое интересное, они разбросаны по территории с очевидной системой. Некоторые образуют прямые линии, другие – геометрические фигуры. Кто их сделал, неизвестно. Когда – тоже. Для создания таких объектов потребовалась бы технология шлифовки и измерения, которая появилась лишь в индустриальную эпоху. Но шары датируются, предположительно, доисторическим периодом, когда никакой точной механики не существовало. Попытки воспроизвести шары вручную показали, насколько это сложно. Даже с современным инструментом добиться такой симметрии – непростая задача. А уж сделать сотни таких объектов и раскидать их под джунглям – это явно не случайная шалость древних охотников. Некоторые исследователи уверены – шары указывают на звезды. Другие полагают, что это маркеры древней цивилизации, пытавшейся передать послания. Но чего уж точно не знают ученые – это как и зачем все это было сделано. А теперь приготовься, потому что следующая загадка просто невозможна с точки зрения логики. Чтобы увидеть ее, нужно подняться над землей. На безжизненном плато Наска, посреди перуанской пустыни, лежат одни из самых необъяснимых артефактов древности – гигантские геоглифы, известные как линии Наска. Эти линии образуют огромные рисунки, некоторые длиной в несколько сотен футов. Есть фигуры птиц, обезьян, пауков, людей, а есть и чисто геометрические узоры – стрелы, спирали, прямые и трапециевидные формы. Всего их – сотни. Самое удивительное, чтобы разглядеть хоть один полностью, нужно подняться на высоту, недоступную древним цивилизациям. И вот в этом вся загадка. Линии невозможно увидеть с земли. Они теряются в рельефе. Только с воздуха рисунки приобретают форму. А между тем, официальная история утверждает, что народ Наска, создавший эти геоглифы, не имел ни воздушных шаров, ни башен, ни вообще чего-либо, что позволило бы им наблюдать сверху. Кто-то говорит, они делали это на глаз, по сетке. Но тогда, как объяснить идеальные пропорции и соотношение? Некоторые линии вытянуты на несколько миль и остаются абсолютно прямыми, несмотря на рельеф. Это требует невероятной точности измерений. Такой, какой просто не должно быть в распоряжении племен, живущих в каменном веке. Есть и еще один странный момент. Земля на месте линий словно выжжена. Камни убраны, а песок под ними выбелен, как будто прошел термический процесс. Некоторые участки настолько плотные и ровные, что выглядят как обрабатываемая взлетная полоса. Именно это дало пищу множеству альтернативных теорий. От древних астронавтов до маяков для небесных богов. Но даже если забыть все фантастические гипотезы, остается непонятным главный вопрос. Зачем? Зачем тратить колоссальные усилия и ресурсы на создание изображений, которые ты не можешь увидеть? Это не религиозные алтари, не дома, не хранилища. Это нечто совершенно иное. Что-то, для чего даже у современных ученых нет точного объяснения. А ведь плато Наска не единственное место, где древние творили невозможное. В следующий раз мы увидим механизм, опередивший свое время на пару тысяч лет. Когда в начале 20 века у берегов греческого острова Антикитера ныряльщики случайно обнаружили затонувший корабль, они не подозревали, что под слоем морского ила скрывается объект, который изменит представление об античной науке. Среди амфор, статуй и обломков корабля был найден загадочный металлический механизм, сложный набор шестеренок, пластин и циферблатов. Он получил название «Механизм из Антикитеры» и вот уже более ста лет остается загадкой для всей науки. Этот механизм датируется примерно первым веком до нашей эры, и его конструкция ошеломляет. Более 30 бронзовых шестеренок, подвижные циферблаты, точные настройки – все это позволило устройству рассчитывать движения планет, солнечные и лунные затмения, лунные фазы и даже олимпийские циклы. По сути, это античный аналог астрономического компьютера, построенный за полторы тысячи лет до изобретения хоть какой-то похожей технологии в Европе. Многие ученые до сих пор не могут понять, как греки могли создать столь продвинутый прибор. Ничего подобного не было найдено ни в Риме, ни в Египте, ни где-либо еще. Более того, сам механизм выполнен с такой точностью, что его детали соответствуют по качеству часовым механизмам 18 века. Какое общество могло обладать подобными знаниями? Был ли это единичный прорыв, забытый после крушения цивилизации, или лишь вершина айсберга утраченной науки? Как бы там ни было, но антикитерский механизм не миф. Он существует, изучен, отсканирован, реконструирован, и все равно никто не может понять, откуда он взялся. И все же, иногда, загадки не просто механические, они словно зашифрованы в золоте и форме. Как в следующем случае, фигурки, которые больше похожи на дроны, чем на древние игрушки. В музее Богаты, Колумбия, среди множества древних артефактов инков и других племен Южной Америки, хранятся крошечные золотые фигурки, которые вот уже десятилетиями сбивают с толку исследователей. Эти изделия, размером с ладонь, не похожи на птиц, рыб или насекомых, как многие другие артефакты того времени. Они выглядят как самолеты. Формы у них почти идентичны. Крылья, стабилизаторы, вертикальные хвостовые элементы, обтекаемый корпус, все, что мы ассоциируем с современными летательными аппаратами. Некоторые даже считают, что они больше напоминают реактивные истребители, чем что-либо из живой природы. Детали настолько точные, что инженеры-авиаторы подтвердили, эти формы могут быть аэродинамически функциональны. В 90-х годах энтузиасты построили масштабные модели этих самолетиков с использованием современных материалов. И знаешь что? Они полетели. Прямо как полноразмерные дроны. Это вызвало новый виток интереса к этим артефактам и спровоцировало бурные дебаты. Критики говорят, что это все интерпретация, мол инки просто стилизовали каких-то насекомых. Но даже если так, как объяснить присутствие конструктивных деталей, которые действительно работают как элементы управления полетом. Это вопрос, который оставляет пространство для самой дикой фантазии. А вот следующий артефакт не фигурка и не механизм. Это текст. Очень древний текст, который до сих пор вызывает мурашки у исследователей. Среди египетских рукописей, найденных в районе Абидоса, есть один документ, который ученые до сих пор не могут объяснить однозначно. Это так называемый Тулийский папирус. Текст, в котором описывается событие, произошедшее при фараоне Тутмосе III. В нем говорится о круглых огненных дисках, появившихся в небе. Они двигались в строю. Испускали яркий свет, издавали шум и пролетали над городом несколько дней подряд. Жители были в ужасе. Священники молились. Фараон велел записать все это как важное явление. Этот текст официально нигде не выставляется. Оригинал якобы утрачен, а существует только его копия, хранящаяся в Ватикане. Это дает повод считать документ фальшивкой. Но содержание его настолько конкретное и яркое, что заставляет усомниться в простой мистификации. Кроме того, упоминание металлических тел и лучей света, исходящих от них, звучит чересчур современно для описания природных явлений. Если это подделка, она слишком продумана. Если подлинник, тогда что, черт возьми, произошло над Древним Египтом? Были ли это астрофизические явления? Кометы? Или действительно что-то не от мира сего? Но Египет не отпускает просто так. Ведь внутри его храма вскрывается изображение, которое выглядит как схематическая лампочка. Да-да, электрическая. В храмовом комплексе в Дендерах археологи обнаружили фрески, на которых изображены странные объекты. Один из них – продолговатая колба с изогнутой нитью внутри и змеевидной фигурой, проходящей сквозь нее. Колба стоит на пьедестале и соединена с каким-то кабелем. По бокам фигуры, поддерживающие устройство. Впервые взглянув, ты можешь подумать – это же лампочка. И не просто лампочка, а почти точная схема дугового или вакуумного освещения. Некоторые ученые отмахиваются от этой интерпретации. Мол, это просто символизм, змей, мифология. Но сторонники древней высокотехнологичной теории уверены – перед нами изображение реально существовавшего устройства. Более того, были проведены эксперименты, в которых создавали модель лампы-дендеры. И она действительно светилась при определенной конфигурации. Проблема в том, что на тот момент не должно было быть ни проводников, ни источников питания, ни знания об электричестве. Все это появилось лишь тысячи лет спустя. Но почему тогда изображения так уж сильно напоминают электромеханическое устройство? Что-то явно не вписывается в привычный ход истории. Особенно если вспомнить, что еще одна древняя находка, сделанная далеко от Египта, тоже намекает на знание электричества. В центре индийского города Дели стоит колонна высотой почти 25 футов, весом около 6 тонн. Она сделана из железа. Ей более полутора тысяч лет. И она не ржавеет. Несмотря на дожди, ветер, жару и загрязнение, колонна сохраняется в почти идеальном состоянии, без коррозии, которая давно бы разъела любое современное железо. Это вызвало серьезный интерес у металлургов. Как удалось древним мастерам создать сплав, способный противостоять времени? Анализы показывают, железо чрезвычайно чистое, а в нем присутствует фосфор, создающий тонкую защитную пленку. Но вот что интересно. Современная металлургия не знала такого состава до 19 века. То есть это либо случайность, либо потерянная технология. Колонна не просто стоит. Она еще и уцелела после множества катастроф. Молнии, землетрясений, войн. Люди веками считали ее магическим объектом. Кто там с толпом бога, кто-то с реликвией, пришедшей с небес. Но научный факт остается фактом. Она не поддается разрушению. Вот такие они артефакты, которые не укладываются в учебники. Но впереди еще более загадочные вещи, которые будто пришли к нам из будущего. Один из самых обсуждаемых и странных случаев произошел в районе Южной Африки. В шахтах, добывающих никель и уран, рабочие начали находить странные каменные сферы. На вид на обычные камешки, но их форма была идеально сферической. А по центру некоторых проходили четкие ровные борозды. Геологи датировали слой, где находили эти сферы, возрастом более 2,5 миллиардов лет. Да, да, миллиардов. Возникает вполне логичный вопрос. Кто мог обработать минералы в такую идеальную форму, когда по версии официальной науки не существовало даже простейших многоклеточных? Это не единичный случай. В Индии и Турции находили объекты, похожие на микрочипы, встроенные в каменные породы. Некоторые с рисунками, напоминающими схемы современных плат. Подобные артефакты сразу объявляют фальшивками. Но если хотя бы часть из них реально, это переворачивает все наше понимание хронологии. Есть находки, напоминающие современные болты, встроенные в древние камни, и даже фрагмент, визуально похожий на часть катушки или трансформатора, найденные в горах Кавказа. Классическая наука считает их результатом случайных природных процессов или вмешательства современного оборудования. Но иногда это отрицание звучит слишком поспешно. И все-таки даже такие предметы не сравнятся по масштабу с тем, о чем рассказывают слухи и редкие свидетельства. Огромные подземные структуры, найденные случайно и сразу засекреченные... В ряде регионов Южной Америки и Азии есть отчеты спелеологов, археологов и даже военных о подземных пустотах, внутри которых находятся странные структуры, покрытые стеклянным слоем. Эти конструкции напоминают гигантские залы, тоннели и помещения с идеально гладкими стенами. Некоторые свидетельства утверждают, что внутренние поверхности будто выжжены и оплавлены, как после высокотемпературного воздействия. Самый громкий случай связан с территорией Бразилии. Группа исследователей, изучавших одну из карстовых пещер, наткнулась на гигантский зал, где стены отливали как стекло. Попытки собрать образцы закончились тем, что все участники экспедиции внезапно свернули работу. Официальной публикации так и не вышло, но в узких кругах эта история стала почти легендой. Что может расплавить камень до состояния стекла? Одна из версий. Древние технологии на основе высоких температур. Может быть даже ядерных. Казалось бы, фантастика. Но ведь в Индии есть эпосы, где описаны сражения, в которых использовалось оружие, сводящее свет в точку, испепеляющее врагов. Совпадение? Даже если часть этих историй преувеличена, сама идея существования стеклянных построек под землей вызывает дрожь. Ведь если такие технологии были доступны тысячелетия назад, кто их создал? Но бывают и более приземленные артефакты. Например, сосуды, в которых могли бы зажигать лампочки задолго до Томаса Эдисона. В 30-х годах прошлого века, недалеко от Багдада, при раскопках древнего поселения Парфян, археологи нашли глиняные сосуды с медными цилиндрами внутри. Внутри цилиндров железные стержни, а следы кислоты на стенках указывали на химическую активность. То, что должно было быть просто древней амфорой, оказалось, по мнению некоторых ученых, аналогом батареи. Проведенные эксперименты показали, если залить в такую конструкцию уксус или лимонный сок, она действительно начинает вырабатывать электричество, пусть и слабое. Этого напряжения достаточно, чтобы покрыть тонкий лист металла золотом или осветить крошечную лампу. Зачем Парфянам была нужна электрическая энергия? Есть версии, что они могли использовать ее для гальваники, технологии покрытия предметов металлом. Некоторые находки подтверждают это, тончайшее золотое напыление на медных предметах. Но вот что удивительно, больше нигде в античном мире подобных технологий не зафиксировано. Если это была случайная находка, почему она настолько продумана? А если это была утерянная технология, куда она делась? И почему официальная история до сих пор считает это недоказанным? А ведь это далеко не единственный пример вещей, которые просто не должны были существовать? В мире есть десятки находок, которые вызывают у ученых раздражение. Потому что они как заноза в стройной картине истории. Например, карта Пири Рейса, созданная в начале 16 века. На ней детально изображенная Антарктида, без ледяного покрова. Такую географию нельзя было знать до появления спутников. Но карта подлинная, нарисована на шкуре газели и подписана адмиралом Османской империи. Или древняя статуэтка с анатомией, больше напоминающей скафандр. Или крошечные изделия из Урала, выполненные с ювелирной точностью, едва различимые под микроскопом. Или на скальные рисунки, где фигуры в шлемах с трубками, похожими на дыхательные аппараты. И предметы в руках, напоминающие планшеты. Каждый из этих артефактов сам по себе. Загадка. Но вместе они складываются в пугающе стройную мозаику. История цивилизации может быть гораздо глубже и запутаннее, чем мы думаем. И вот тут возникает финальный, самый главный вопрос. Когда складываешь все эти странности, артефакты вне времени, механизмы, опережающие свою эпоху, изображение непонятных существ и следы исчезнувших технологий, становится ясно. Что-то в общей картине истории не сходится. Возможно, человечество переживало больше цивилизаций, чем мы знаем. Или знания приходили откуда-то извне, только чтобы быть утерянными и снова открытыми. Факт остается фактом. Множество реальных находок не вписываются в официальную историческую хронологию. Их прячут, о них молчат, их объясняют естественными причинами. Хотя объяснения выглядят все более натянутыми. А ведь может быть именно в этих забытых артефактах ключ к пониманию того, кто мы на самом деле и откуда пришли? История, как и археология, полна белых пятен. И возможно, именно странные находки, которые сегодня вызывают усмешки, завтра перепишут все, что мы считали истиной.